В Севастопольском центре по изготовлению удостоверений обрабатывают данные и подготавливают всё необходимое для печати документов сотрудники миграционной службы, представляющие разные регионы России, от Краснодара до Сибири. Работают в три смены, в каждой из них до 70 человек. Это позволяет печатать более 2000 паспортов в день и максимально сократить срок получения документа. В соответствии с регламентом, с которым мы работаем, регламент по выдаче паспортов граждан Российской Федерации, срока оформления – 10 суток. С таким объёмом работы в России уже сталкивались во время паспортной реформы. Когда шёл обмен паспортов, то есть когда была паспортизация граждан Российской Федерации, то есть объёмы были большие тоже. Специалистам помогают представители общественной организации «Россия – наш дом», а также волонтёры из Севастополя. Все они прошли обучение и работают с документами на самом первом этапе – вносят информацию в базу данных. У нас приехало 10 человек, у нас группа, вот двоих увезли несколько дней назад и постепенно привозят. Вот кто-то, кого-то из местных, то есть из Севастополя непосредственно, а мы из Москвы. Теперь мы все вместе, Россия, одна целая страна, и это очень здорово. Чтобы не допустить появления орфографических и других ошибок в паспортах, все данные несколько раз проверяют. Механические ошибки происходят, человеческий фактор присутствует, но они устраняются все в процессе изготовления. То есть паспорта у нас выдаются с достоверными сведениями. Кроме приёма документов и изготовления паспортов, Федеральная миграционная служба занимается в Севастополе решением проблемных вопросов, связанных с получением гражданства, и проводит обучение работников миграционной службы Севастополя. Сейчас туда направлены специалисты. Они ведут методическую работу с вновь принятыми сотрудниками этих субъектов службы, помогают им освоить новое законодательство, соответственно, разобраться во всех спорных вопросах и, скажем так, оказать всевозможную помощь, в том числе даже образцами документов, созданные учётные дела, для того, чтобы им было легче работать. Проблемным сегодня остаётся вопрос получения паспортов людей с ограниченными физическими возможностями. Департамент социальной защиты населения начал работу с теми, кто не может самостоятельно передвигаться. В списках почти 4000 человек. В ближайшее время представители миграционной службы будут выезжать к ним домой. По вопросу включения в списки следует обращаться в районные управления труда и социальной защиты по месту регистрации. Как только миграционная служба примет решение, каким же образом будет осуществляться эта помощь, Департамент социальной защиты готов оказать содействие и предоставить эти списки миграционную службу. Необходимым условием для выезда является наличие фотографии на паспорт, сделанной по государственному стандарту. Свою помощь в этом предложили общественники. На сегодняшний день проделана работа в поселке Любимовка. Отфотографировано более 100 человек. Если не ошибаюсь, 136 человек отфотографировано. Также мы отфотографировали и на следующий день приехали и привезли фотографии. Отфотографирована часть жителей поселка Вир. В основном это люди пожилые, люди пенсионного возраста. Связаться с представителями организации можно по телефону 050 553 38 53. Василий Косенко, Дмитрий Лелека, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.